Десятка тысяч лет Мы развиваемся, и развиваемся нехорошо. Постоянно под воздействием нашего эгоизма, боли, страдания, неудачи. Это то, что нас преследует. Что мы можем сделать? Почему так сделано? Для того, чтобы привести нас в итоге, в течение многих-многих жизней, в течение круга оборотов, к состоянию, когда бы мы полностью разочаровались в своем развитии, в своем таком прогрессе, в этой своей эволюции. Это не происходит за один раз. Это аккумулятивный процесс, накапливающийся в течение многих-многих поколений. И каждый из нас является вследствием многих круга оборотов жизни. И впереди нас еще неизвестно сколько. Для того, чтобы мы все-таки решили, что так жить нельзя. А что делать дальше? Здесь мы должны достичь такого состояния, когда мы вознуждаемся в Творце. Что только его раскрытие, только его присутствие явное, только явная его сила, она даст нам понимание, знание, ясность, силы реализовать все верно, то, что мы можем реализовать, то, что нам предложено делать. Поэтому разочарование должно быть полным, разочарование должно быть абсолютным, всеми вместе на Земле. И к этому мы идем. Наше поколение, оно уже к этому приближается явно. Мы видим, что мир становится глобальным, то есть уже в мире происходят какие-то общие такие брожения и поиск, каким он должен быть. В мире происходит отказ от всевозможных мистик, религий, всевозможных таких теорий, которые могли бы вроде бы нам помочь в нашей жизни или рассказывали нам о какой-то другой высшей цели. Люди понимают и внутренне развиваются так, что они понимают, что не в этом дело. Не это главное и не это может не помочь. Они не видят истины в этих методиках. А на самом деле истина, она в том, чтобы раскрыть все скрытое мироздание. Не надо ни во что верить, не надо ничего выдумывать, а просто взять и раскрыть ту скрытую часть природы, которая поможет нам разобраться, где мы существуем и как дальше жить. Вот для этого мы столько веков и страдаем. Нет другого выхода. Я не представляю, как можно себя еще сделать. Человек обязан вознуждаться в этой силе. Он обязан, вопреки своему эгоизму, вопреки своему желанию сам что-то делать, понять, что у него нет никаких невозможностей, ни знаний, ни сил. И тогда он раскроет. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ